Всем привет, дорогие мои друзья! Шоколадный, вкусный и полезный десерт, он же превосходный завтрак. Именно его мы и будем сегодня готовить. От одного только вида может разыграться аппетит, а уж по вкусу это непревзойденно. Друзья, предлагаю вместе со мной погрузиться в великолепный и увлекательный мир кулинарии. А если вы еще не подписаны на мой канал, приглашаю вас подписаться и нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о рецептах, проверенных временем. Для начала приготовила тесто для панкейков. Для этого в миску вылила 170 граммов кефира. Берите кефир любой жирности. К нему сразу добавила пол чайной ложки соды и немножко все перемешала. Далее к кефиру с содой добавила растопленный уже жидкий мед. Здесь у меня 70 граммов. И перемешала эти ингредиенты с помощью венчика. Посмотрите, консистенция становится немножко пенной. Это работает сода в сочетании с медом и кефиром. После этого добавила в миску 2 средних яйца и столовую ложку растительного масла. Снова немного перемешала. Затем к жидким ингредиентам просеяла 110 граммов цельнозерновой пшеничной муки вместе с 20 граммами какао-порошка и щепоточкой соли для баланса. Вместо цельнозерновой пшеничной муки можно использовать белую пшеничную муку в том же количестве. Массу тщательно перемешала до растворения всех комочков. И еще, если вы добавите, к примеру, овсяную муку, блинчик после запекания может треснуть при его формировании, поэтому лучше использовать любую пшеничную муку. Итак, тесто готово, оно получается достаточно жидкое. Так и должно быть. Сухую сковородку я разогрела на огне немножко ниже среднего. У меня 4 из 9. На центр горячей сковородки аккуратно вылила ровно 2 столовых ложки теста. Вот такой кругленький получается панкейк. Обязательно закрыла сковородку крышкой и оставила на минутку до появления пузырьков на поверхности. Тесто сверху также должно прихватиться. После этого можно перевернуть панкейк на обратную сторону и, закрыв крышкой, пропечь еще буквально полминутки, не более. Готовый панкейк можно снимать со сковородки. А теперь внимание! Еще горячий панкейк вот прям с пылу-жару со сковородки нужно сразу сложить вдвое, не спеша, аккуратно. Именно сейчас, пока он горячий, если складывать после остывания, большая вероятность того, что панкейк лопнет, появится трещина по центру и по итогу мы не сможем его заполнить начинкой. Второй и последующий панкейки я выпекла по тому же принципу. В итоге из этого количества теста получилось 12 панкейков, их диаметр около 10 сантиметров. Как видите, все свои панкейки я сразу сложила вдвое, как уже сказала, еще в горячем виде. Возможно, на каких-то из панкейков есть совсем незначительные трещинки, но они не сквозные и это абсолютно не страшно. Пока панкейки немножко остынут, я приготовила для них начинку. Для этого количества заготовок в чашу блендера выложила 400 граммов творога, я брала 5-процентный. К нему добавила 100 граммов густого йогурта, его можно заменить сметаной любой жирности. А для сладости я добавила 50 граммов меда, предварительно немножечко растопив этот самый мед. Чтобы начинка была еще более вкусной, взяла несколько капель ванильной эссенции. Всю эту массу пробила с помощью блендера до однородной консистенции. Если у вас нет блендера или комбайна, можно вполне размять творог с остальными ингредиентами вилочкой. И кстати, если не хотите добавлять мед, можно после этого, как пробили творог в чаше, добавить немножко изюма. Начинка готова, могу приступать к завершающему этапу наполнению панкейков. Подготовленный панкейк с помощью ложки достаточно плотно зафаршировала творожной начинкой, выкладывая ее вовнутрь блина. Вот так, достаточно плотно. Высота начинки внутри приблизительно 3 сантиметра. А чтобы края были ровными и красивыми, можно воспользоваться силиконовой лопаткой, маленьким шпателем или опять-таки чайной ложкой и выровнять край. А можно вообще отсидеть начинку из кондитерского мешка с любой насадкой или без нее. Получается довольно мило, не правда ли? Ну а чтобы сделать такой панкейк еще более привлекательным, творожный его край я просто обваляла в кокосовой стружке. И посмотрите, какая красота! Мне кажется, выглядит очень аппетитно и симпатично. Следующий и остальные панкейки я сформировала таким же образом. На самом деле, все это делается очень быстро и не менее просто. По желанию, в начинку можно добавить и смельченные орешки, кусочки фруктов или ягоды. В общем, здесь можно пофантазировать. В итоге получилось целое большое блюдо великолепного угощения. Такими панкейками можно и друзей угостить, и к завтраку подать, к примеру, в выходной день. А детки такое лакомство съедят с удовольствием, да еще и добавки попросят. Уже проверено. Друзья, это настолько вкусно и оригинально. Мне очень хочется, чтобы вы приготовили такое вот удивительное блюдо. Калорийность этих панкейков вместе с начинкой 192 килокалории на 100 граммов, а вес одного такого панкейка около 80 граммов. Это 153 килокалории за штуку. Очень рекомендую вам приготовить и попробовать. Получается невероятно вкусно. С чашечкой любимого напитка. Самое то. Буду рада, если вам понравилось это видео и такой рецепт. Оцените его лайком, пишите комментарии. Мне будет очень приятно. Традиционно хочу пожелать вам встроенной фигуры и приятного аппетита. Не прощаюсь с вами. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok